Начать день не просто с зарядки, а с небольшой тренировки, да еще и вместе с полицейскими краевого центра. Такую возможность не могли упустить воспитанники детского лагеря «Лесная поляна». Накануне в Ставрополе прошла уже традиционная акция «Зарядка со стражем порядка». Только в этот раз разминка плавно перетекла в настоящий детективный квест. Подробности в материале Ильи Захарова. Движение «Зарядки» во многом копирует ударную технику спортсменов. И это не случайно, ведь проводят ее представители региональной федерации боевого самбо и рукопашного боя. Вот уже четвертый год, накануне Дня физкультурника, полицейские Ставрополье вместе с активистами устраивают разминку для студентов и школьников края. Если сотрудникам МВД быть в тонусе предписывает устав, то для общественников это добровольный выбор. Безусловно, «Зарядка» это то, с чего начинается каждый день, что мы всем и желаем. И на самом деле это, наверное, самый простой, самый доступный способ заниматься физкультурой и включиться в такую активную жизнь уже и на физическом уровне, и на морально-нравственном. Специально для этой разминки в Центральный парк приехали ребята из оздоровительного детского лагеря «Лесная поляна». Их поддержали активисты молодежных организаций и просто неравнодушные жители и гости города. Традиционно в акции принимают участие сотрудники полиции, являющиеся призерами международных российских краевых соревнований по различным видам спорта. Также представители спортивных клубов и общественных советов, образованных при полиции региона. Зарядка со стражем «Порядка» плавно перетекла в целое детективное приключение. Командам предстояло пройти пять испытаний на ловкость, сообразительность и внимательность. Этот этап, например, показал, насколько слаженно могут действовать ребята в одном коллективе. Повернитесь в левую диагональ. Нет, вы не надо. Впереди кто стоит. Первый. Да. А теперь иди вперед. Аккуратно вперед. Не сюда, а вперед. Вперед, в смысле вперед тебя. Да. Каждый этап квеста организаторы связали с работой одного из подразделений полиции. Это криминальный розыск, госавтоинспекция, наркоконтроль, отдел по делам несовершеннолетних, миграционная служба. Игра помогает им угадать, что это за отдел. После того, как они прошли игру, угадали отдел, им дается подсказка. Подсказка о том, о человеке, находящем на территории. Это человек-преступник. И они должны найти его по этим подсказкам. Мы знаем, что этот человек носит розовый предмет на спине. Мы догадываемся, что это, скорее всего, какая-то сумка или рюкзак. И пока что нам не удалось его найти. В итоге, быстрее всех, подсказки собрали ребята из команды «Овощебаза». Они же и задержали в парке преступника. В качестве подарка все участники получили памятный знак «Юный помощник полиции». Илья Захаров, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.